Здравствуйте! Живу в Казани, в доме с маленьким участком. 26 соток, я с десяти начинал. Верив в дружбу растений, вот это меня всегда коробит. Нет никакой дружбы растений. Жесточайшее соперничество, жесточайшая война. Кто ближе успеет к солнцу, тот и победил. Остальным делать нечего. Никогда не верьте в никакую дружбу. Вам эти сказки рассказывали устами этой самой Анастасии, виртуальной. А вы верите. Сколько людей обожглось, отказываясь траву полоть на грязках. Сколько урожаев потеряли. Ладно, я этого не говорю. Сразу теряют друзей Анастасии. Они знаете какие? Они настолько фанатичны, только рот открой и сразу врагом. И вдруг останешься врагом. Так, чуть-чуть сокращаем. Ваш сайт, как глоток воздуха, случайно попался в поисковике. Обидно, что случайно. Многолетние попытки сажать что-либо из плодов и ягоды приводят в средние результаты, надеюсь, еще до Нового года. Как только откроется развод, заказаться на весну 2001 года. И это обязательно сделаю. Пока встать изучать. Пока будете изучать, Сергей последний персики продаст. Как продаст? Деньги, говорю, сейчас, а весной вышли. Все по-честному вышли. Только что вас уже там не будет. Вот никогда, и всем говорю, никогда не ждите. Хотите заказать, заказывайте сейчас. Пока есть за что платить. Два вопроса дают покоя. Почему у вас нет грязького ореха? Есть же ланджурский орех. Он мог бы стать под двоем для культурных. Хорошо, знака вопроса. Что вы не утверждаете, а спрашиваете. Итак, грецкий орех в Сибирь не пошел. Я нашел два ореха только в поселке Черемушки с аномально теплым климатом. А человек аномально там километр до ГЭС. Вот, что ж он тут говорит. Настоящие грецкие орехи. Все, что было попытки их вырастить. Даже в майне, у меня в хуторе, это все. У меня неудачи. Что говорить про неудачи? Вот, и есть манжурские орехи. Но я не мог обойти этот момент. Я вырастил манжурские орехи, привел на них эти самые. Сезал черемушки, нарезал черенков. Привел на них эти же самые грязькие орехи из черемушек. И у меня не... Все они оказались... Все при рыбке мертвы. Так, все. Может дальше не продолжать. Только скулить. И второе. Если август и сентябрь в половину октября стоят без дождей. А как говорят, сухая почва глубже промерзает. То тоже не поливать. У нас в татаре глубина промерзания 7 сантиметров. О, до вас оказывается себе. 7 сантиметров это много. Ой-ой-ой. Так, короче, так. Значит, однозначно, когда учат вас поливать в сентябре, а листья еще на деревьях, поливать нельзя. Приходит октябрь. У меня, допустим, в октябре уже лист сбрасывается. А на юге еще может... Или там даже... Ну, у вас все равно чуть-чуть теплее в Казани. Вот. Значит, по-другому. Пока лист еще не сброшен, поливать нельзя. Природа готовится к зиме. Каждое дерево знает без вас, что ему надо делать. Сухая почва сбросит раньше. Влажная не будет сбрасывать. И иногда, если... А знаете, почему? Ошибки, почему массовая гибель? Именно у вас татарии, у меня в Хакасии. Знаете, почему? Деревья, и у меня, и у вас, все эмигранты. Еще их деды и прадеды, а уж прапрадеды 100%, жили на тысячи километров южнее. Попав в Сибирь, а еще даже к корне собственных. И тем более, когда они еще привиты, бог знает на что. А те тоже, как правило, эмигранты. Вот. Местное найдите кого у себя в Тагерии, в подвое. Ну, нашли. Вот. И получается, что они не знают, когда... Место это знают? Все знают. По ним можно судить, когда какая будет очень короткая, длинная, теплая, сухая. По местным этим, если хоть что-то у вас есть, плодовое. Да-да, даже по тем же березам и то можно определить. А эмигранты, они-то, они запутались, они ничего не понимают. И представляете, дождь идет, 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 наступает зима, даже в Сибири. А у нас раньше наступает. А они себя ставят с листьями, а потом мороз ударил, прощай с ад. А это реальная жестокость. Это жестокая реальность. Что мы должны делать? Бояться поливать, чтобы не задержать сбрасывание листа. Вот в июле еще жара, еще что-то сбрасываете. Вот так вот. Август тут уже надо бы, если поливать, если дикая жара. Сильно не стараться. В сентябре просто прекратить полив. Хоть в Татаре, хоть в Сибири. Вообще не поливать. И смотри, что бы там ни было. Ни капли с неба, не поливать. Забилить дерево, что ему влаги не хватает. Оно сбросит лист, чтобы не спарять остатки, чтобы выжить. И уже ладно, давай берем, что там за сентябрем идет. Октябрь, ноябрь. Если все еще не капли, а такое бывает, редко, но бывает. Все еще не капли дождя. Ну полейте, ну не заливайте так, чтобы пропитало на 2 метра. Пропитать должно. Сантиметров на 20-30. Дальше они их делают. Дальше они все берут из почвы. Все. Фух. А что я тут написал, кстати? В случае катастрофической засыпи и только после сброса листьев. Ну это я как пишу? Чем мне присылают, допустим, письмо, да? Что им отвечают? Коротенько, на большем глаза не хватает. Устают. Ну я надеюсь, ответил как смог. Так. Закиров. Записки зачарованного себе. А, нет, сейчас расскажу. Ну давайте прочем. Означает ли по-вашему, что именно морозостойкий подвой, идеально совместимый, дает привою проявить утраченную культурность? Будет ли такое же оккультуривание при прививке на другой достаточно культурный подвой, хоть утратим морозостойкость? Дело в том, что я им обещал ответить. Ну а представляете, я сейчас хочу отвечать. У меня же есть переписка с самыми крутыми садоводами России. Так? А там вот столько, и что я им отвечу? Все их запутали. Поэтому я сказал, отвечу на вебинаре, но коротко. Значит, как отвечу? Ну вынужден повторяться, пусть для одного Александра. Ну и среди вас несколько, может быть, новичков. Вот. Не слышали. То есть, журнал, замещательный журнал «Вестик садоводов». Так. Я размещаю статью про это, а это вот Александр Закиров, он растерялся, даже где-то видно. Потому что для меня никто об этом никогда не писал. И там я рассказываю о сабвизитивных гибридах, которые ни в папу, ни в маму. И даже не в соседа. И вот получается, что вдруг, чтобы снизошел до меня Ароникам, это самый серьезный мужик, ученый, да. Его фраза вот эта вот. А я же тоже учусь, и мне это интересно. Не знал я, кто такой этот самый генерал Раевский. Ну не знал. Ну это, представляете, царское время. Откуда? Все знать не могу. Вот. И вдруг он пишет. А генерал Раевский не согласился бы с Железовым. Ну мне, конечно, даже то, что он... А он же как? Он свое мнение не... Что мне интересно, да? Он бы сказал, я Ароникам согласен или не согласен. Он взял по-другому. Александр... То есть этот самый... Ароникам, ученый, ссылается на человека 19 века. Я думал, кто же такой генерал Раевский? Я бросил это быстренько в интернет. Ага. Значит, книги печатал. Сад имел, два сада. Один в Крыму, другой в Христовской области. И сколько раз я их в Христовской области вспоминал. А он, получается, изучил его и говорит, что получается-то он ничего не заметил. То есть он так же, как я привал, подвое, привое, дикие, культурные. А у него ничего каких-то чудес не происходило. Вспомните последний этот. Я вам показывал этих самых. Которые так с презрением ученые считают этими, господи, которые... О, всё, мне надо раздаваться. Сейчас. Ладно, потом. Всё равно вспомню. Это всё. Ну, чего вы хотите. Давно я в Берии праздновал. И так получается, что он не заметил. А я заметил. Но я же ничего не выдумал. Я когда статьи пишу, я подкрепляю этими же фотографиями. И в прошлый раз всё подтвердил. А, химеры, химеры. О химерах мы говорили. Вспоминайте. Я же не выдумал это всё. Я показывал фотографии. И плодов, и саженцев. И действительно, химеры не из почки, а из клеток. А клетка на границе между подвоею и привоею. Даже непонятно. Она на подвоею напрямую. Там такая мышанина. Кенов. А почему химеры? Она не имеет права жить. А у меня живут. И вот получается, этот самый генерал, президент императорского общества садоводов. А он не заметил. А почему я заметил? А вот, Александр, поверьте, тут всё упирается только в два фактора. Фактора два. А потом идёт такая мышанина. Почему в результате получилось так, что в 30-х годах, 40-х, похоронили в начале этих самых идей генетиков. А потом уже идеи Лусенковской-Мичунинской школы. А если правильно, это Мичунинская-Лусенковская. Наоборот. И не заметили этих самых агентативных. Нужно два фактора. Вот они. Первое. Это самый морозокий подвой. И самый культурный прямой. И тогда начинаются чудеса. Мы это сто с тысячами проходили. Повторять не буду. И второй фактор. На границе выживания. Когда идёт граница выживания, у дерева два всего этих самых варианта. Уже не три. Если нормально, у неё есть два варианта. Одичать. Второе. Сохранить культурное качество. Третье. Улучшить культурное качество. Но и все три варианта живы. Если всё в порядке. А если не хватает биологической совместимости. Извините за общие слова, Александр. То что получается? Он должен помочь выжить культурному сорту на диком месте. В жёстких условиях. А он ещё и быстрее даже помирает, чем если бы просто был посажен семечком. Так. А теперь берём на границе выживания. То есть почти за пределами выживания. Вариант выжить. Сохранить культурность. Шансов мало. Остаётся вариант одичать. И вариант погибнуть. Так. Понимаете? И что получается? Получается, что когда мы совмещаем. Первый вариант я упомянул. Упомянул. А такое случается нечасто. Это надо работать над этим. Работает Александр. Это ваша Нобелевская премия. Честно говорю. Над этим работать так, чтобы... Даже... Тут даже... Просто нужно... Как это... Как лотерейные билеты. У кого шансов больше? Кто один билет купил? У кого сто? А кто тысячу? Можно и с одного угадать. Но можно жизнь прожить и не это. Каждый год покупать по билету и не выиграть ни рубля. А у другой сто. А у этого тысяча билетов. И вот их надо просто поливать, 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 поливать. Одичал. Умер. Одичал. Или умер. Или умер. Одичал. И вот... Вот этот самый шанс. Вот это, что мне удалось как-то добиться и как-то обосновать. Но общими фразами. Потому что вы же... Видите, я выделил красными. А при прививке на другой достаточно культурный слой. Будет ли культурный? Нет, не будет. Если вы поняли, о чем я говорю. Значит, это все настолько индивидуально. Вот понимаете. Мы работали как. Я вот дикий по двое. Самый дикий, самый культурный. Первое. Наконец. Бах! У меня раскрылись эти королевские. Вот такие плоды. Сто раз видели. Я вам покажу. Я же вообще не сейчас фотографию показал. Шок будет. И у Александра будет шок. Он же практически случайный человек. Это он увидел эти самые записки из очаров с одного до этого. Канал. И как бы... То, что попало в этот... В Яндекс. Вот и увидел. Вот он и... Но заинтересовался. Пусть остальные так спустя глаза. А этот заинтересовался. Спасибо ему и на то. Но дело-то в том, что она настолько индивидуальная витейная гибридизация. Она не передается один к одному. Именно поэтому-то тогда одна школа уничтожила другую. Но так уж вышло, что посредственности уничтожили гигантов и денег. А в результате получилось вообще с удовольствием. Да можно еще 20, 40, 100 лет брать один семечко от морозостойка. То есть этого. У которого два родителя. Один морозостойкий, у другой культурный. Или, как сейчас принято говорить. Один, значит, этот самый. Иммунный второй. Пусть не иммунный, но зато роскошный. И опять... И сколько бы семена не высевали, не получите вы вот это. Поехали нет-то поэтому в России. Тысячи, сотни. Я уже, видите, рукавиши. Вот он я. Сотни, миллионы опытов. Вот этого нету, пока не займет еще гибридизации. Вегетативная гибридизация. Вот так, Александр. Вряд ли вы мне слышите, потому что это из записки. Вот. Ну там, как бы сказать, казянный ответ я ответил. Там же, в Яндексе. То есть на сайте.